Пугающей новостью поделился с подписчиками Иосиф Агнесян. Как стало известно, Саша Чернова почувствовала себя неважно и поначалу отказывалась от врачебной помощи. Однако после того, как температура поднялась до отметки 40, вынуждена была вызвать скорую, которая и увезла ее в больницу. Впрочем, уже к вечеру Чернова вернулась на поляну. По словам Агнесяна, страшной болезни у Саши не обнаружили. Всего лишь бронхит. И теперь девушке предстоит пройти курс лечения. Правда, как решила сама Чернова, не в стационаре, а в стенах Дома-2. Не оставляет Ольга Бузова без внимания происходящее в жизни Тарасова и Костенко. Так девушка весьма болезненно отреагировала на щенка, которого Дима подарил своей новоиспеченной супруге. А после свадьбы и венчания парочки и вовсе с трудом пришла в себя. А судя по фото гуляющему по просторам интернета, Бузова незамедлительно отреагировала на беременность Костенко и счастливого Тарасова. Помимо омерзительных хэштегов, оскорбляющих как самих Диму и Настю, так и их будущего ребенка, Оля назвала разлучницу проституткой. Более того, дала понять, что она не единственная в списке тех, кого оплодотворил или оплодотворит Тараса в будущем. Кстати, Бузова хочет найти себе мужа. В новом шоу на ТНТ типа «Холостяк». Съемки начнутся летом в Европе. Саймон Морданшин сообщил о том, что уже разлюбил Лену Хромину и даже намекнул, что у него появилась новая девушка. Бывший участник Андрей Чуев агитирует зрителей голосовать за пару Саши Гобозова и Ольги Жариковой. Андрей обещает лично заняться организацией бракосочетания своего друга и для этого даже готов вернуться на проект. Напугали многих свежие стоп-кадры из эфира, на которых Марго Овсяникова красуется без макияжа. Телезрители не могли не отметить, что внешность юной Марго так испортилась, что она стала выглядеть минимум на 40 лет. Пока защитники девушки винят во всем Сейшельскую жару и призывают Овсяникову поскорее вернуться в Москву, находятся и те, кто открыто говорят про алкоголь. По их мнению, Марго стала так часто прикладываться к бутылке, что почти не просыхает и выглядит все хуже и хуже. Дима Дмитренко заявил о том, что не собирается прощать Алену Савкину за издевательство над его беременной женой. По словам Дмитренко, он не простит ее за то, что она не берегла Олю, а даже поддерживает все нападки со стороны Ильи Ябарова. Мужчина отметил, что никогда этого не забудет, однако в то же время он пожелал девушке личного счастья. Главная новость вчерашнего дня – рождение нового бренда «Дом-2». Ольга Рапунцель, одна из самых неординарных участниц проекта, отличилась даже в таком нелегком деле, как рождение ребенка и родила свою дочь в день смеха. С чем мы их с Димой Дмитренко и поздравляем. Здоровья и счастья малышке! Как стало известно, первые схватки брендовой звезды «Дома-2» начались еще вчера в 6 часов утра, после чего Ольга поспешила приехать в клинику и уже там дождаться будущего отца. Стоит отметить, что схватки в Рапунцель продлились почти 11 часов, а Дима большую часть времени провел у кровати супруги. А вот в ротзал Дмитренко решился зайти уже после того, как Ольга родила. Туда же вслед за молодым отцом проследовали и видеооператоры журнала «Дом-2», которые, как и было обещано ранее, неотступно следили за происходящим на протяжении всех 11 часов. Несмотря на то, что имени новорожденной дочери молодые родители пока не назвали, уже известно – девочка родилась копией папы. Более того, озвучили супруги вес и рост малышки. По словам Дмитренко, его дочь родилась весом 3,580 и ростом 54 см. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.